Света, привет! Ты так изменилась, похорошела? Так такое лето было, Лиз! И мозги прокачали, и десятый класс впереди. Да и вообще, люди телевидения всегда должны быть на высоте. Да, это точно про нас. Мы готовы начинать летнюю программу, а тебя с видением. Ага, спасибо. А мы, кстати, и программу прокачали. Давай уже начинать. Готова? В эфире проект «Новая смена». Проект о жизни молодежи в нашем городе. В студии я, Света Мартишева. И я, Лиза Галатенко. Ну что, нормально? Да. Света, представляешь, мы теперь достигли этого момента. Программу ведем по-настоятельно. Теперь мы здесь самые крутые. Да радуюсь я. Я только от крутизновидений еще не отошла. А ты о чем, кстати? Как это? Старожилы наши наконец-то разъехались. Настя, Сашей. Лиза, а ты знаешь, что там опять целая толпа? Может, уже кастинг организуем? Кто эти люди? А ты разве не знала? Еще одна команда молодых журналистов. Новая-новая смена. Сережа Антонович сейчас нам все расскажет. Ну давай послушаем. Всем привет, с вами Сережа Антонович. И сейчас мы находимся около второй школы. Именно в ее стенах проходит площадка «Новая смена». А что же там происходит? Сейчас узнаем. В четверг, 4 числа, в 4 с четвертью часа, лигурийский регулировщик регулировал в Лигуре. Но 33 корабля лавировали, лавировали... Лигурия – самая сложная размешная скороговорка. Логопед с прошлым журналистом Мария Коноплева за два часа успела поделиться с нами секретами правильной чистой речи. И мы как следует размяли речевой аппарат. И это лишь одно из занятий на площадке «Новая смена». По инициативе специального корреспондента Веры Андреевой наших окулят выпустили свободное плавание. Тем более, что проблема под носом. Ремонт пятилетки затянулся уже на месяц. Извините за беспокойство. Добрый день, мы владеем журналистов. Вы не будете плоти побеседовать с нами? Это очень комфортно. Будущие журналисты и опрос сделали, и подрядчиков из плот застали, и попробовали себя в кандре. Сейчас мы наблюдаем то, что этот знак стоит не в своем месте. Чуть позже ребята посетили студию телеканала ТНТ «Березняки», чтобы побыть ведущими. Ну давайте еще парочку человек послушаем. Давай. Подкармливать животных сюда приходят регулярно. У них есть свой дом. Квартира на первом этаже. Как нам сказали, здесь живет Маля Горита. Спасибо. Но не только студию ТНТ посетили наши герои. В свою радиовышку нас пригласила постоянная ведущая Европы Плюс Ксения Красных. Твоя радио, Березняк, настоя на 102.85, ты слушаешь Европа Плюс. В студии Ксения Красных приветствую тебя, передаю свои приветы. Дав почувствовать себя дикторами на волнах радио, Ксения дала несколько полезных советов про дикцию и чтение новостей. А на память об этом интересном дне мы сделали этот крутой фотосет. Кстати, о фотографии лучших представителей профессии, связанных с ней, нам рассказал Дмитрий Воронушкин. В будни оператор ТНТ, а в свободное время фотограф. Невс Жозеф, он такой, сидел, короче, в парке, вот сюда. Только думал, ну, чем бы заняться, что бы интересного придумать. И вот, думаю фотографии. Также площадку посетила главный редактор программы «Новости верхней камни» Евгения Кошарова. Она устроила настоящую журналистскую планерку, и мы все утро обсуждали мировые новости. В США намерено обсудиться от всей трехсторонней, а я явно ее сделаю. Десять дней, именно столько длилась смена новой смены. Это время ребята провели не зря. Впечатлений куча, мне очень понравилось, было весело. Но я не хочу, чтобы закрывалось. Вот понедельник будет закрыть, и потом еще целое, целое поллета мне нечего будет делать. А тут я хожу на площадку, получаю новые знания, развлекаюсь. Очень интересно. И это грустно, конечно, что закрытие. Мне очень грустно, плакать хочется. Две недели пролетели, а самых любознательных и целестремленных мы еще увидим в эфире. С вами был Сергей Антонович, «Новая смена». Да уж, их прям достойные ребят, но мы не хуже их. Мы столько всего и знаем. К тому же нас даже наградили на Дне молодежи. День молодежи. Эх, как вчера помню. Вот бы еще раз окинуться в этот праздник. Аня как раз подготовила сюжет на эту тему. Смотри и вспоминай. Молодежь – это красивые, позитивные, крутые и амбициозные ребята. И как принято в нашем городе, каждое лето им посвящается свой день. День молодежи. Молодежный пресс-центр «Новая смена». С самого утра здесь, на площади у металлургов, работали такие площадки, как фотопринтер – это мгновенная печать фотографий. Караоке-голосистые ребята вызывали друг друга на песенный батл. Флоу-мо 360 сделали крутые видео в Инстаграм. Лукоморье – отличное развлечение для всей семьи. Спортплощадка собрала самых спортивных девушек на занятия уличным фитнесом и самых сильных парней на воркаут. А наш коллектив организовали площадку молодежного пресс-центра «Новая смена». Шарики, фото на память и возможность попробовать себя в роли ведущего прогноза погоды. В студии «Вертникам ЕТВ» Леонтьев Яков. О погоде. Температура настроения растет с каждой секундой. С юга дуют молодые ветра. Это аномальное явление носит название. Какое бы вы думали, правильно, День молодежи в городе Березники. Но за это время молодежь успела не только повеселиться, но и выйти на сцену, где им торжественно вручали паспорта, награждали волонтеров. Тут совет молодежи, рабочую молодежь, актив молодежных объединений, лидеров молодежи. И, конечно, нас, молодежный пресс-центр «Новая смена». Мы тоже решили не стоять в стороне. Слова наши, музыка наша, исполнение тоже наше. Весело и креативно это лето провели Анна Лоскутова, Дмитрий Воронушкин. «Новая смена». Ну что, камера, софиты, аплодисменты. Спасибо, Аня, за такие яркие воспоминания. Эх, Лиза, это мы песни пели, а новенький город к съемкам готовили. Это как, красную дорожку постелили? Это не для меня, наверное. Лиза, для себя. Они все лето трудились в отрядах мэра. А новенькая Аня даже знает, куда можно приехать ради красивого стендапа. Смотрим. Утро рабочей молодежи начинается с проверки социальных сетей, а с уборки города. Каждый будний день ребята отправляются убирать белые пятна города. Десятиклассница Вероника работает в отрядах не первый год. «Пришла, чтобы найти новых друзей и встретиться со старыми, потому что, ну, нравится мне». Ксения Калугина – специалист по работе с молодежью. Говорит, дети в отрядах мэра не только заработали деньги, а еще научились работать в команде. Трудовые отряды в первую очередь помогают нашему городу стать чище, стать, наверное, в какой-то степени прекраснее, потому что своей работой они облагораживают территорию, убирают мусор, ну и, в принципе, показывают, что школьникам вообще небезразлично то, что происходит в городе. «Сотни ребят за все лето собрали тонну мусора, и я не осталась в стороне. Успела записаться на последнюю заключительную смену». Аня Веченинова, Дмитрий Воронушкин, «Новая смена». Лиза, а ты знала, что эти ребята участвовали в праздновании Дня флага? День флага? Наверное, точно по ковровой дорожке ходили? Кристина успела и с флагом в руках пройтись, и ребусы загадать, и даже снять сюжет. Странно. Почему Кристина, а не Юлия Цези? Давай лучше ее с дебютом поздравим, она тебе точно понравится. Одни дебюты. Такой-то нет. Флаг России гордо развивается над головами патриотов. Они участвуют в велопробеге, посвященном Дню государственного флага. 22 августа, четверть века назад, президент Борис Ельцин сдал соответствующий указ о праздновании. Эту дату отмечать по всей стране вот уже 25-й раз, и наш город не стал исключением. В городском парке также прошли мероприятия в честь триколора. Территория парка наиболее благоустроена. Здесь нет автомобильных дорог, нет такого бурного движения, и большая зелено-укоженная территория. Поэтому большинство наших мероприятий с большим количеством людей мы стараемся проводить вот именно в парке. Активисты нашего города на перегонке пробежались по станциям, решали сложные задачи, вспомнили историю России и ее символику. На моей станции была разгадка ребусов. Некоторые ребята справлялись очень быстро и легко. Некоторым давалось очень трудно, но всегда были подсказки. Благодаря моей станции ребята узнали города, озера и реки. Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Впервые бело-синий-красный флаг был поднят на военном корабле в царствовании отца Петра I Алексея Михайловича. Но законным отцом триколора признан Петр I. 20 января 1705 года он издал указ, согласно которому на торговых судах должны поднимать тот самый флаг. А историю своей страны повторили Кристина Добролюбова, Лев Собуров, Новая смена. Ну, дебют. Это что ли кастинг какой-то? Я как будто бы программу переключила. По своим скучать начинаю. Надо своих, получай. Вот Варя уже с Андрюшкой в плавание пустились. Как в битвене, так вместе. А как в плавании, так ухажера себя нашла. Да нет, Андрюшка это наш новенький. Они там с детками на катере плавали. Там не до ухажеров. Ну ладно, проверим. Этим летом специально для клуба молодых семей «Мастерская счастья» инклюзивной студии «Мы вместе» отдел по делам молодежи организовал прогулку на теплоходе «Юнга Кама». Наша замечательная студия вместе с мастерской счастья, с молодыми семьями, с удовольствием, несмотря на погоду, путешествуем по каме, общаемся, играем, получаем удовольствие от жизни. Получать удовольствие от жизни помогают главные задачи этих клубов. Возрождение и укрепление семейных традиций, организация досуга молодой семьи, пропаганда здорового образа жизни, информационная поддержка. За безопасностью и счастливыми улыбками детей следили молодые ребята из «Каскада». Еще в бытах основная задача на теплоходе. Он громче свистит. Синец. Да. Ну, следить за порядком, за пассажирами, чтобы они не переворачивались за борт, не вставали на кнехт, куда пришвартовывается канат. Следить, чтобы не бросали мусор, чтобы не бегали. Следить за безопасностью на теплоходе. Помощник капитана Владимир Капустин устраивает такие семейные праздники уже много лет. Для многих пройти по Каме это уже захватывающее приключение. Довольно часто, почти каждый рейс у нас дети, потому что площадки детские. У нас «Каскад» сотрудничает тоже с городскими, муниципальными, там, общеобразовательными учреждениями. И постоянно у нас дети катаются, отдыхают. Рында – знак «СОС» для кораблей. Ее звон не всегда слышен издалека. Для членов семьи такой звоночек просто необходим. Ведь без помощи и понимания друг к другу семья распадется. Для этого и проводятся такие простые ламповые прогулки на теплоходе, чтобы семья становилась крепче, до понимания пропадала, а любовь в семейном кругу росла. Ну, мне нравится смотреть на воду, потому что мне нравится. Все любили поездки, мероприятия. Нам все нравится. Спасибо большое. Оказались в семейном очагу. Варя Горгунова, Андрей Козлов, Дмитрий Воронушкин. Новая смена. Девчонки, привет! Не знаю, какая погода будет в сентябре, но программа обещает быть жаркой. Если ты спортсмен, роллер, скейбордист или танцор, следующая информация для тебя. Последний день лета, 31 августа, пройдет фестиваль молодежных субкультур. Берфест. Новинкой этого года будет интеллектуальная игра Эйнштейн Пати, прямо под открытым небом. Присоединяйся к своей культуре. А передать привет и оставить на память крутые селфи можно будет на территории нашего пресс-центра. 11 креативных площадок, посвященных разным интересам молодежного края. Мастер-классы, воркшопы, соревнования. Все это первомский период. Ты любишь активный отдых? Есть дружная команда? Тогда турслет – ваша тема. Спортивные состязания, веселые конкурсы и туристические песни. Самая подвижная молодежь соберется 14 сентября на территории детского лагеря «Сказка» на туристической поляне. Успевай подать заявку. Мероприятие для тех, кому уже есть 18. У желающих блестнуть своим умом будет возможность побороться в игре «Что, где, когда», которая состоится 18 сентября в Декаме Талург. Ждем школьников, студентов и рабочую молодежь. Любите искать артефакты, играть в квесты игры и природу? Тогда предлагаю вам принять участие в эко-квесте «Чистые игры». Вы поможете природе и весело проведете время. Рома, вылазь! Так, я не понял, ты что меня выдать хочешь? Ладно, тогда смотри. Для любителей детективов пройдет квест-игра «Сумеречный дозор» 27 сентября. Собери свою команду и подай заявку в МКДЦ. В общем, этот месяц будет полно разнообразных туз для молодежи. О самом интересном вам рассказали Роман Агишев, Дмитрий Воронушкин. Новая смена. Прямо родные лица. Так, видео-звонок. Новая смена и Березники. Я передаю вам огромный привет из самого центра Екатеринбурга. Я поступила в Урфу. Вот, кстати, где-то здесь мой вуз. Вот он. И теперь я буду ходить туда каждый день. А когда-то туда ходил каждый день наш первый президент России. Круто, да? Я желаю вам добиваться высоких целей по своему опыту. Мое портфолио, которое, кстати, я собирала благодаря новой смене, мне очень пригодилось. Его расхвалили, сказали, что богатое. Поэтому у вас есть такая возможность хорошая. Тем более, если вы на журналистику хотите поступать. Так что копите портфолио обязательно. Я вам желаю удачи. Ничего не бойтесь. Достигайте целей, еще раз повторюсь. И не сдавайтесь никогда. Потому что все в этой жизни возможно. Так что я вас всех очень люблю. И всем пока. Березники, передаю вам привет из солнечного Санкт-Петербурга. Да-да, вы не ослышались. Именно солнечного. Вторую неделю подряд северная столица балует нас 25-градусной жарой. Прямо за моей спиной вы можете видеть финский залив. Далее зенит-арену. Ну и правее это Лахта-центр. Между прочим, многие мифы об этом городе действительно мифы. И не более того. Люди здесь доброжелательные, всегда на позитиве. О, чуть не забыл. Передаю огромный привет не только березняковцам, но и телеканалу ТНТ. А также всей новой смене. Огроменное спасибище за все. Кстати, теперь я студент журфака. А Питер, поверьте мне, это море инфоповодов для сюжетов. В общем, желаю всем километровыми шагами идти к своей цели, достигать ее, ставить новые и достигать их. Пусть свое счастье обретет каждый из вас. Ну вот, Саша с Настей в любой эфир залезут. Опять наставления начались. Лиз, но они ведь самые сложные сюжеты снимали и нам всегда помогали. Я вот уже скучать начинаю. Ну да, ты права. А может мы, как они, поедем куда-нибудь в Голливуд? I'm a future star. Лиза, ну насмешила, конечно. Какие же мы кинозвезды? Нам разве что на ТЭФе заявку готовить. Крутая идея. После программы обязательно обсудим. Кстати, пора уже заканчивать. Можно я, пожалуйста? Так уж и быть, раз ты в первый раз ведет программу. Прошу. Ура. Ну а с вами были будущие звезды. Света Мартишева. Лиза Галатенко. Новая смена. Пока-пока. Как тебе ведется? Как-то.